В детской школе искусств номер 2 Черкеска состоялся отчетный концерт. Это ежегодное значимое событие. В завершении учебного года привлекает внимание не только преподавателей и учеников, но и их родителей. Произведение юных дарований слушала и Альбина Ламкова. Детки подготовлены очень хорошо, потому что прошли академические концерты у нас. И выбраны самые лучшие номера на этом мероприятии. Отчетный концерт состоялся в рамках года семьи. Участвовало в нем 25 учащихся, по несколько человек от класса, говорит Людмила Тупикина. Она работает в детской школе искусств со дня ее основания. И считает, что одной из причин для обучения игры на фортепиано – это все же желание ребенка. Действительно, преподаватель – тот человек, который открывает двери в мир настоящей музыки. Формирование и развитие интереса к музыкальным занятиям является одной из главных задач в работе преподавателя фортепиано, говорит Людмила Евгеньевна. Во-первых, желание самого ребенка. Ну и, естественно, это желание должны поддерживать родители. Когда у детей есть поддержка, тогда у нас получается все хорошо. На концерте прозвучали произведения композиторов разных эпох. Зрители активно поддерживали участников. Радость и приподнятое настроение объединяло нарядных исполнителей и всех собравшихся в зале. Я услышал произведение «Безховная коллизия» и сам захотел пойти и попросил родителей. Я люблю играть на фортепиано, потому что это облегчение души. Когда сажусь, то становится легче. Вот без музыки, мне кажется, я бы жить просто не смогла. Музыка живет в каждом человеке. Вообще, публичные выступления очень сильно пугали, боялась публики. После пару раз очень привыкла к этому. Мне нравятся аплодисменты, поддержка. Люблю произведения Елизавета. Отчетный концерт – своеобразный итог, показатель достижений учащихся. Дружными аплодисментами оценивали все выступления. Каждое из них было ярким и позитивным. Легкое волнение не мешало юным и талантливым музыкантам. Концерт прошел на одном дыхании и вызвал много положительных эмоций, оставив хорошее настроение зрителям. Альбин Ламков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.